Как понять, что человек имеет в виду? Самое простое — задать вопросы. Проблема состоит в том, что мы не умеем задавать вопросы так, чтобы получать необходимую информацию. Обычно, когда мы задаем вопрос другому человеку, ну вот он что-то нам сказал, мы не поняли, мы его спрашиваем из собственного незнания. А задача состоит в том, что понять, почему он это говорит, из каких обстоятельств он это говорит. То есть сначала нужно, прежде чем вы зададите уточняющий вопрос, необходимо просто несобственное незнание. А что это такое, ты имеешь в виду? А подумать, ну он сказал это, он сказал это зачем-то. Речь всегда произносится почему-то для каких-то целей. Какая может быть цель? Что там у него в жизни происходит? Почему вот сейчас именно он говорит именно это? И вот когда вы вот это осмыслили, вы можете задать уже тот вопрос, который действительно прольет свет на суть того сообщения, которое сейчас прозвучало и которое, возможно, вы не поняли, что он там имеет в виду. Или вам показалось даже, что вы поняли, но как-то это не клеится совсем. Подумайте о том, из какой ситуации он говорит, что он этой речью пытается, какую задачу решить. И вот после того, как вы это поняли, вот спрашиваете, интересно ты вот говоришь, вот это замечательно. А вот если вот тут посмотреть или вот тут, как ты думаешь? Он что-то вам скажет, а, интересно, значит, про это. И вот так, тихонько, легонько, так сказать, выняйте понимание. Понимание – это не то, что просто там у вас случилось, это то, что вы вынимаете, взаимодействуя с реальностью, которую вы хотите понять. Редактор субтитров А.Семкин